Всем хоу, дорогие студенты! Сегодня мы говорим о том, как улучшить свое говорение на ЕГЭ и получить максимальные баллы за самое сложное задание — говорение 4. Погнали! Я зовут Марина Лисковец, я ваша учитель английского и помогу вам подготовиться к ЕГЭ на максимальные баллы. Сегодня мы разбираем с вами клише и в целом структуру ответа для говорения 4. Пройдемся по каждому пункту плана, я расскажу, как именно выразить свою мысль, чтобы эксперту это понравилось, и он поставил вам максимально 7 баллов за это задание. Начнем с самого начала. Сведение. Вводная конструкция обязательно в вашем ответе. Что бы я вам предложила сказать? Ну, максимально что-то нейтральное вроде. Что важно. Во втором слове contrast необходимо поставить ударение на второй слог. Contrast. Потому что это глагол. Сравнивать, сопоставлять. Существительное contrast имеет ударение на первый слог. Можете проверить в словарях, поэтому будьте внимательны, делайте ошибки, а то уже эксперт на этом вам минус поставит. Этого я вам не желаю. Дальше. Приступаем к первому пункту плана. Что мы делаем? Что важно. Оба этих аспекта вы должны указать. Что происходит на каждой картинке и где это происходит. Чего не нужно делать? Пожалуйста, не нужно говорить о каких-то общих темах у этих картинок. Все это для следующего пункта плана. А здесь мы каждую картинку описываем по отдельности. Я вам предлагаю схитрить и подготовила для вас отличное предложение, которое поможет вам без единой ошибки выполнить первый пункт плана. Интересно? Ну, так ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и я уже спешу вам рассказать обо всем. Кого видим на картинке? Женщину, которая что делает? Action. Шопится в онлайне. Где? Location. Дома. At home. Вот такие дела. Аплодисменты. Аплодисменты. Смотрите, то же самое предложение вы можете применить и для второй картинки. Ну, или еще одна вариация того же самого предложения. Конечно, если у вас прекрасный словарный запас, вы легко изъясняетесь на английском, не нужно этим пользоваться. Вы можете свободно описывать то, что есть на картинке, говоря о том, что происходит и где происходит. Главное, не забудьте об этом. Ну, это, скажем, выход отличный для тех, у кого есть сложности с говорением, поэтому пользуйтесь лайфхаком. Приходим к следующему пункту плана, а точнее к двум последующим. Сходства, различия. Сколько их вообще должно быть? Согласно рекомендациям для экспертов, нет такого количества сходств и различий, за которые эксперт может вам снизить баллы. То есть и по одному сходству, и отличию будет достаточно, но нужно сделать распространенными их. Это важно, потому что если вы по одному предложению скажете, так не получится даже на 12-15 предложений набрать, чтобы максимум получить. И если вы скажете два сходства, два отличия, тоже будет отлично. Но по последней рекомендации госпожи Вербицкой, все-таки стоит нам по два сходства и различия упомянуть. Что интересно, дорогие студенты, нельзя называть какие-то случайные сходства и различия. Что такое случайные сходства и различия? То есть вот какие-то общие вещи не относятся к теме. О чем тогда говорить, спросите вы у меня. Неслучайным сходством и сравнением и различием является четвертый пункт плана. То есть в четвертом пункте плана есть ответ на вопрос, о чем говорить при описании этих двух картинок. Вот об этом, о четвертом пункте плана. Что там может быть? Какая формулировка в четвертом пункте плана? Например, Какой вид путешествия вы предпочитаете? Что это значит? Во-первых, и четвертого пункта плана мы можем уже выкроить целое одно сходство. Сходство. Общая тема. Путешествие прекрасно и связано с четвертым пунктом плана. И что важно, все ваши последующие сходства и различия мы должны с вами строить на четвертом пункте плана, чтобы получить максимум за четвертое говорение. И, кстати, не забывайте про клише. Что касается сходств. То, приступая ко второму пункту плана, я бы рекомендовала вам сказать следующее. These pictures have a lot in common. Firstly, secondly. Another similarity is. Да, еще одно сходство. Both pictures are about. Обе картинки вот на такую-то тему. А переходя к третьему пункту плана, опять же, пользуйтесь клише. However, these pictures have certain differences too. Firstly, secondly. In the first picture we can see. Whereas in the second one, there is или there are, бла-бла-бла. The most striking difference is that. Пользуйтесь этими клише, чтобы разнообразить ваш ответ и помните о моих рекомендациях, которые я сказала ранее. И переходим к четвертому пункту плана. На удивление, скромный четвертый пункт плана решает за нас буквально все в четвертом говорении. И даже формулировка, которая здесь написана, играет роль. Ну, например. Say which kind of traveling would you prefer? You preferred as a child или просто you preferred. Крайне важно, дорогие студенты, чтобы вы в своем ответе использовали именно ту грамматическую форму, которая есть в плане. То есть в данном случае это would prefer. И в вашем ответе вы также должны сказать would prefer. Если вас спрашивают, какой вид путешествия вы предпочитаете, пожалуйста, говорите про путешествия. И не забудьте о пятом пункте плана. Explain why. Здесь необходимо в одном предложении пояснить, что к чему. Yes, I'm a huge fan of traveling. Ну, в общем, в любом случае отвечать нужно по теме. И ваше объяснение в пятом пункте плана должно быть тоже в тему. И не забудем о завершающей фразе. Здесь достаточно сказать that is all I wanted to say. Ну и поблагодарить. Можно благодарить, можно не благодарить эксперта за то, что он все это послушал. Все, чем хотела бы поделиться в этом видео. Спасибо большое за просмотр. Жду вас всех на своих курсах по подготовке к ЕГЭ. Сейчас у нас мощная подготовка, в том числе и по разделу говорения, и по разделу письмо. Мы очень много практикуемся и решаем тестовых заданий, разбираем. Поэтому, если это то, что вам нужно сейчас, то смотрите в описании к видео. Там есть подробная информация об обучении со мной, обо всех курсах. Все жду у себя на занятиях. И всем 100 баллов за ЕГЭ, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok